на связи с нами давид шехтер а пресс-секретарь сахнута давид добрый день здравствуйте добрый день а давайте расскажите где вы находитесь что это за место и что там происходит я нахожусь варшаве это место это отель я не хочу называть его название естественно в нем живут новые репатрианты этот отель почти что весь полностью снят сахнутом и здесь же работает и консульство то есть люди не должны никуда бежать они здесь живут здесь же питаются им обеспечивается трехразовое питание и здесь же они проходят курсовскую проверку все это в рамках той самой операции который сейчас проводится хнус которая называется алия экспресс потому что мы понимаем что сейчас в ближайшее время волна алии из украины еще еще будет больше будет больше усиливаться и сегодня в настоящее время в четырех странах румынии венгрии польши и молдобе у сахнута есть около четыре с половиной тысяч мест для того чтобы принимать или мы хотим в течение ближайших нескольких недель это количество увеличить до 10 тысяч чтобы сахнут мог одновременно держать в гостиницах на разных местах 10 тысяч человек поскольку как мы понимаем ситуация ухудшается и даже если военные действия будут прекращены что в общем то пока не видно то скорее всего что поток беженцев не уменьшится поскольку след за военными действиями наступит очень плохое время экономическое и люди будут бежать давид поясните пожалуйста то есть получается сейчас а вот в этой гостинице и в тех других про которые вы рассказывали сосредоточены сразу несколько служб израильских государственных органов которые занимаются тем что быстро по ускоренной программе помогают оформить документы тем кто хочет переехать в израиль то есть люди приезжают у них может там не хватать каких-то документов потому что в обычной так сказать в обычном режиме это эта процедура она занимает достаточно много времени нужно представить много документов всевозможных там ну например справку об отсутствии судимости да то есть кто сейчас может в такой ситуации представить такую справку что происходит то есть вот консулы на месте консулы на тива на месте вы делают вот эту проверку и решают и помогают людям с теми у кого не хватает каких-то документов а я же чтобы было понятно кузовская проверка она не отменяется нет ситуации что человек приходит говорить я еврей я хочу в израиль им ой пожалуйста заходите в самолет просто сложилась ситуация в которой узким горлышком стала именно консульская проверка сахнув вывозит евреев из украины довозит их до варшавы скажем в нашем случае а здесь им приходится ждать полторы две недели пока дойдет на них очередь и консул тщательно проверяется и никаких изменений до сих пор как бы вроде бы и не было а мы знаем например что метрики должны быть оригинальные копии метрик не работают а где человек возьмет оригинальный документ если он сбежал в одних шлёпанцах из-под обстрела поэтому тишина ситуацию немного изменит что и так подстроиться под ситуацию и сделать так чтобы консулы здесь проводили такую первичную проверку а проверка основная будет уже в израиль чтобы люди не сидели здесь и не ждали прилетели в израиль начали как-то устраиваться обустраиваться и параллельно заниматься уже в мвд с консулами заниматься оформлением всех этих бумаг то есть проверка не отменяется чтобы было понятно она просто переносится в израиль держать здесь людей которые без ничего про негу шлёпанцах просто жестоко их 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 надо побыстрее переправить на постоянное место жильства чтобы там они уже прошли все необходимые процедуры давид что рассказывает люди вы все время общаетесь вы находитесь как бы в цен в центре событий что рассказывают люди каким образом они добираются из каких городов они попадают к вам и все все ипотетически украины могу просто один маленький пример на семья которая добралась до нас недавно если разговаривал отец мать и трое детей не жили в верпене и там начались обстрелы погоны с первого дня они запустились первую же ночью не сбежали вниз в подвал в чем они были пытались в течение трех дней выйти из этого подвала и и и когда они выходили на улицу чтобы выйти в подъезд свой то разрывался на улице след они видели как люди гибли на месте они бежали назад в подвал на четвертый день снаряд попал в их квартиру и ее полностью уничтожил и тогда отец сказал все ждать больше нам тут нечего уезжаем они слава богу добрались до русского царту наши то есть они вообще без вещей вот чем они были в этом подвале чем они выскочили когда стали развиваться ракеты шлепанцах что-то документы взяли там они там они есть поэтому поэтому это совершенно жуткое впечатление жуткие рассказы там одна женщина на костылях и выстрелили а очередь 15 километров до пропускного пункта и она шла 15 километров на костылях по поскольку ничего не сделать нельзя поскольку мы нам там работать не дают за границы на на подходе к пропускному пункту согнуть действовать не может только мы можем подвести к этому пункту а потом забрать уже после перехода к жениться на сам пункт мы повозить не можем и вот нашла 15 километров всю эту очередь то есть это сказать совершенно дикие но с другой стороны мы делаем все что от нас зависит чтобы людям помочь как можно больше и как можно оперативнее а давид вот я видел в вашем на вашей страничке сообщения рассказ о том что от израильтянки жители граждане израиля приехали забрать свою мать которая в днепропетровске в днепре как сейчас ты называют попала под обстрел женщине там если не ошибаюсь лет 80 вот как они вывозили и добрались ли они до вас ну вот они сидят сейчас после меня и если вы хотите я могу уступить это место чтобы они сказали сами да конечно пожалуйста да здравствуйте здравствуйте как вас зовут я семенова виктория это моя сестра юлия я чернявская юлия всем утра раздался звонок неделю назад 6 даже позвонила наша мама время как мама там вообще не могла развивать пошли ей это позвонил брат искал ну все нам уже нас началось у нас началось причем мог началось это да бросили три ракеты вот и это был практически первый обстрел города и все весь наш дом полностью практически пострадал разбитые стены потресканные вылетели все окна нет стекол жить там невозможно мороз минус 6 градусов и они сидели помещение под этими обстрелами и видно получили такие вот шоковое состояние у мамы до сих пор они вам в израиль позвонили вы живете в израиле мы позвонили они позвонили нам израиль мы среагировали достаточно быстро мы собрали себя в руки узнали все в интернете номера телефонов сахнута обратились через полчаса час где-то им уже позвонили звонили по телефону согнуты я выражаю благодарность вот поэтому я здесь хотела очень выразить благодарность еврейской общине в днепропетровске которая тоже с реагировала очень быстро то есть течение дня мама уже предлагали уже течение дня но но мы на вторые сутки и так мы с сестрой решили нас на работе тоже нагло без проблем отпустили и мы приехали маму встретить конечно пришлось ехать без сопровождения потому что невыездные брат и племянник ну как бы они военно обязаны и поэтому маме пришлось таком возрасте ехать одной но помощь оказывали все вокруг людей и представители сахнут представители еврейских организаций по дороге их кормили и успокаивали и если нужно какие-то лекарства таблетки тоже оказывали помощь люди были до сплочены и как бы и водичку и бананчики какие-то фрукты какие-то круассаны то есть что чем могли тем помогать сколько лет маме вашей 82 года она не она и мы начинаем спрашивать она ничего не помнит она ехала как шоковом состоянии просто добралась до границы в шоке пересели они во львове на другой автобус мы как бы все контролировали и уже смогли ее встретить и обнять варшаве в аэропорту мы хотим передать вообще огромная благодарность огромнейшую руководителя сахнута шмэль шпак по шмэль шпак еще был такое есть такой парень волонтер кирилл и рабин который занимается эвакуации по днепропетров под днепру вообще всей команде сахнута все мы настолько добродушно уже настолько сердечно на то настолько все команда сложенная мы просто попали как свою родную семью приняли очень хорошо вот этот кирилл который нас сюда направил он просто в любое время суток был с нами на 24 часа до человек ничего ничем не считался и помогал чем мог всех направлял была рядом семья с четырьмя детьми и он их помог расселить ну в общем нет слов благодарности только добрые сердечные слова много-много волонтеров вообще много волонтеров работает там не один нам не отказал вот куда мы не обращались куда у нас были какие звонки нам везде помогали и реакция была прямо так люди работают слаженно просто просто добрейшие замечательные люди низким поклон сахнута вообще вот скажите а вот вы вы сколько времени находитесь уже в варшаве мы прилетели во вторник в прошлый вторник это уже больше недели там да да мама при приехала в ночь на среду но просто как бы сахнут здесь переезжали с одного места другое и поэтому немножко получилась задержка но в принципе нас приняли самых первых рядах единственное мы попали на шаббат скажите но вот вы вы ходили ходили по улице вы ходили по улице вы видели много вообще беженцев в варшаве вот так с постороннего посторонний взгляд очень вы знаете очень очень теплые дружеское отношение со стороны поляков на мы ночью приехали им как-то так в попыхах мы даже не заметили везде на столбах украинско-польский польский флаг рядом украинский флаг это так трогать до слез покупать билеты кинулись на транспорт подскакивают молодые люди все помогают мы вам купим билеты не надо нам билеты спасибо мы купим сами а потом нажали на кнопку украинский язык и там на табло высвечивает весь проезд проезд транспорта для украинскими паспортами бесплатно это просто братская помощь знаю я видел я видел сообщение я видел сообщение в российской в российской прессе на российских сайтах о том что полякам надоело поляки очень недружественно встречают этих этих беженцев потому что неправда 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 кидаются помогать все только слышат речь все доброжелательны молодежь на улице люди любые люди согласны взять за руку провести показать куда куда вам надо попасть очень очень доброжелательные отношения это неправда спасибо большое когда сейчас как себя мама сейчас чувствует когда вы вылетаете в израиль мы вылетаем завтра но мама еще знаете не оправилась от шока она конечно каждый стук каждый шорох она она еще боится она скажите а я пытаюсь понять она была внутрь в самой квартире вот когда там рядом падали снаряды буквально разбомбили обувную фабрику там погиб человек и это находится фабрика буквально дома метров сто двести максимум то есть это где-то в центре в каком районе это заводской район это можно сказать окраина года там и там заводские районы пошли вот старенький дом и понимаете получается что он попал под практически под обстрел там пошла взрывная волна и дом весь в трещинах весь вылетели все окна но он не жилой все хорошо все хорошо что мама здесь самое главное нам помогли люди и нам помогли на спасение люди большая благодарность шпаку это просто человек большой души большого сердца просто знаете вот вот как раз мы их приняли но не могу не и расселили и кушать и заботой пожалуйста может одеться нужно какую-то одежду но предоставили все что могли все спасибо большое можно мы сейчас еще пару слов вам желаем счастливого полета и давидом с давидом шехтером а вам счастливого полета и мягкой посадки как говорится я напоминаю что мы сейчас продолжим беседу с давидом шехтером пресс-секретарем сахнута давид ну мы слышали этот рассказ конечно это действительно удивительная удивительная ситуация скажи а вот как работают сотрудники сахнута работают и в самой вот в самой украине то есть в тех домах в тех городах простите где где неспокойно где идут бои там тоже находится то есть продолжается вот эвакуация да у нас израильтяне сотрудники сахнута вывезено но у нас было очень много есть сотрудников сахнута местных жителей которые живут в украине и вот они остались и и не работают они очень много работают и именно по эвакуации сахнут задействует в украине 300 автобусов которые вывозят людей и у нас есть специальная база трусковцы куда собирают людей и вывозят их уже из из трусковца в разные места на разные границы то есть работа идет давид спасибо большое спасибо и удачи вам и будьте берегите себя я напоминаю что мы беседовали с пресс-секретарем еврейского агента агентства сахнут давидом шехтером и и и и и Продолжение следует...